Здравствуйте зрители моего канала. Сегодня я хотела бы поделиться с вами способами лечения гриппа. В прошлом году проставили вакцину бесплатную в Крыму от гриппа и случилась эпидемия. Знающие люди поймут о чем я. Хотелось бы сейчас поговорить о симптомах этого гриппа и как его быстро вылечить. Симптомы. Температура 40 градусов, головная боль, тошнота. При этом ни насморка, ни кашля сразу нет. Из 5 человек в нашей семье, мы не ставили вакцину, двое, которые ходят в садик, заболели. Все остальные члены семьи стали здоровыми. Как себя обезопасить в период, когда кто-то болеет в семье, я тоже расскажу. Зная тех людей, кто ставил прививки, могу сказать, что они все переболели. Переболели очень сильно. Те, кто не ставил прививки, либо не заболели, либо заболели в легкой форме. Мои дети перенесли грипп, но в течение 3-4 дней они уже полностью практически выздоровели. Что делаем мы при гриппе? Это я делаю настой из трав. Входит туда чабрец, ромашка, корень аира, шалфень, мята, мелиса, тысячелистник, имбирь, зверобой. Заливается кипятком, настаивается до охлаждения. Потом на полстакана такого отвара добавляется горячая воды кипятка, чтобы он был потеплее. Добавляется туда мед и малиновое варенье. Как правило, температура до 40 градусов доходит, но забивать ее ни в коем случае нельзя, иначе организм перестанет бороться. Вот этот отвар помогает контролировать организму температуру, чтобы она не превышала данного порога. И в то же время помогает организму бороться с болезнью и насыщает витаминами. В настое, как я уже говорила, добавляется мед и малиновое варенье. Малина сама по себе является хорошим средством для понижения температуры, но в то же время она действует очень мягко. Не позволяя полностью организму отказаться, ему, вернее, системе, перестать бороться самостоятельно. Первые дни отсутствуют, как правило, аппетит. Деткам, чтобы у них не появился цитон в крови, нужно давать глюкозу. Затем, значит, если есть у вас масло эфирное, это эскалипт, чай, чайное дерево я применяю. И так вот сейчас зима, можно капать на батарею не по несколько капель в каждой комнате. Это обеззараживает воздух и проводит, своего рода, такие вот воздушные ингаляции. Когда дети уже начинают кушать бульончик или суп, и хорошо давать с ними и лук, и чеснок. Мы знаем, гриб очень боится чеснока. При гриппе бывают следующие осложнения. Это вот отит, боль в ушах, как правило. Тут вот я могу порекомендовать камфорный спирт. Ваточка обмакивается в камфорный спирт, очень сильно отжимается, вставляется в ушко, неглубоко. Большая часть ватки остается снаружи, снимает воспаление, избирает боль. Одного процедуры, как правило, достаточно, чтобы вылечить ушко. И ватка остается там до полного высыхания. Боль примерно через 2-5 минут уже уходит. Также бывают следующие последствия грибка. Это насморк, переходящий даже иногда в гайморит. В данном случае это солевой раствор. На стакан воды пол чайной ложки соли промывать носик. Либо закапывать просто по полу кипеточки, каждую ноздрю. Если появляется кашель, очень легко лечиться горчичниками. По 5 минут на грудь и на спину для ребенка это достаточно. Ну, в общем-то, если есть какие-то вопросы, пишите. Понятно, что не у всех есть такие травы, как у меня. Я часть собираю сама, а часть покупаю у людей, которые сами выращивают их. Поэтому можно немножко видоизменять сбор. Вот вопросы, пишите, буду отвечать. До свидания.